Резиновые сапоги, перчатки и лопаты. Около сотни волонтеров, сотрудников одной из крупнейших теплоснабжающих организаций города, а также специалисты Департамента городского хозяйства и экологии местной администрации собрались в поселке Чкалово, чтобы высадить больше 300 молодых деревьев. Для Владимира держать лопату в руках дело привычное. Мужчина заботится о природе регулярно. Признается, когда вокруг много растений и душа радуется, и настроение улучшается. Я люблю вообще зелень. И отдыхаю всегда где-то в зеленом месте. Вот смотришь на центр города, там все ровненько, красиво. А здесь хотелось бы, чтобы тоже было так же красиво. Присоединиться к волонтерам решили и представители местной фауны. Сегодня каждый готов внести свой вклад в озеленение этой территории. В 2019 году в поселке Чкалово была обнаружена крупная несанкционированная свалка. Большую часть отходов составляли стройматериалы. Силами Департамента городского хозяйства и экологии свалка общей площадью больше 8 гектаров была частично ликвидирована. Вывезено порядка 23 тысяч тонн мусора. Для того, чтобы предотвратить повторное возникновение свалки и сохранить этот участок природы, было принято решение о высадке саженцев крупномеров. Вот сегодня мы 21 октября в честь российской акции «Сохраним лес». Приступили как раз к первому этапу. Будет посажено более 300 крупномерных саженцев. Это рябина, сосна, дуб, ясень. Деревья выбраны не случайно. Эти породы одни из самых неприхотливых. Быстро приживаются, легко разрастаются и не требуют частых поливов. По словам специалистов, для того, чтобы стать участником подобных акций, не обязательно быть садоводом со стажем. Надо, чтобы было желание, в первую очередь. А во-вторых, ну просто с любовью приложить усилия. Каждое дерево, чтобы посадить, нужно ему поклониться, выкопать ямку и, соответственно, посадить. Ну и самое главное, прикапывать корни, очень активно притаптывать, чтобы воздух туда не попадал. И все, и с душой относиться к этому делу. Работу в направлении ликвидации свалки специалисты профильного ведомства планируют продолжить. В будущем году им предстоит вывезти еще порядка 10 тысяч тонн мусора и дать новый дом юным зеленым обитателям. Ксения Баканова, Константин Головин. События.